Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Не могу разобраться в себе и забыть бывшего мужа, которому до сих пор есть чувства. Хоть и прошло 8 лет с момента расставания. Сходили с ним на 2 года, 2 года назад. Есть общий ребенок, с которым он особо не общается, никогда сам инициативу не проявляет, чтобы увидеть его. Время это предлагаю я. Поскольку ребенок хочет хоть иногда увидеть отца, встреча получается 1 раз в 3 месяца. Я не препятствую их общению, но ему это особо не надо. Да и маме его тоже, она трубки даже не берет. Мне крайне тяжело его видеть при таких встречах. Я стараюсь с ним не пересекаться, ребенок сам выходит и идет с ним. У меня полгода назад появился молодой человек, который хорошо ко мне относится. Мы живем вместе, но он приходит поздно, уходит рано на работу. Это оказывается, иди. Об этом, что мне нужно больше внимания, я ему говорил. Хотя бы, чтобы у него был один выходной месяц, который бы мы привели втроем. Он выделил за полгода мне один день. А просто, я все равно думаю о бывшем муже. Хоть он мне сделало очень больно. Просто меня с месячным ребенком. Я, конечно, отношусь к молодому человеку, но понимаете, таких чувств к бывшему мужу у меня нет и может и не возникнуть. По факту, получается, что обоим в том или ином плане удобно быть вместе. Я никогда не хотел быть удобной для мужчин, и меня это унижает просто. Оставаться одного искать нового я не хочу. Очень мало хороших мужчин. Мне 34 года, и внешне я выгляжу хорошо. И мы с Аркадькин, я пытаюсь, наверное, заставить себя любить своего нового молодого человека. Но плохо это получается, порой я его не обнимаю и не целую. Тупо идти мы все. Пробовала забыть бывшего мужа, но не могу. И понимаю, что с ним не могу быть. Скорее всего, у него кто-то есть. И в церковь ходила, и к психологу не помогать. Выкинула вся, что мне напоминает о бывшем. Времени просто много, конечно, с момента расставания, но плачу часто по нему. Он может и гадостей написать на мои какие-либо вопросы по ребенку. А лимиты составляют 3000 рублей. У меня неофициально он так попросил. Приглазив, если я подам официально, то он лечит ребенка наследство. Умор понимает, что бывший муж меня не любит. Да и ребенка тоже. Но сердце рвется на части, пытаясь себя заставить радоваться жизни. Заваливаю работу иглами, но как только и в свободное время впадаю в умение. Ребенок даже не рад, что с бывшим мужем я не живу. Было много плохого и доходило до рукоприкладства. Позоветовать выход из данной ситуации, как найдет в себе силы и забыть его, жить дальше и радоваться жизни. Ну что, на мой взгляд, здесь есть изрядная доля противоречия и некая даже парадоксальность. Потому что, чтобы радоваться жизни, наверное, не нужно бояться оставаться одной, как сейчас вы боитесь, и быть нацеленной на построение отношений. То есть, вот нам, ну, мне как бы бросилось в глаза несколько вещей. Первое, то, что вам больно его видеть, своего бывшего мужа. И это говорит о травме, развода, расставании, как угодно можете это назвать. В этом смысле очень интересно, вы пишите, что вы ходили к психологу, но не помогает, а сколько раз вы ходили к психологу? Ходили ли вы к одному только психологу или к нескольким? Сколько раз и в каком ключе проходила работа? Потому что у вас, судя по всему, довольно много непрожитых, непрожитых чувств, непрожитых боли, непрожитых злости и агрессии. Это первое. Второе, то, что доходило до рукоприкладства, вероятно, говорит о том, что в отношениях вы были созависимы. То есть, вы были в позиции жертвы, а мужчины в позиции тирана. А-а-а, я имею ввиду бывший муж. А новый молодой человек в позиции спасителя, который вас спасает, то есть вы находитесь в треугольнике кармана. Вот. Извечите, пожалуйста, эту историю в интернете самостоятельно, чтобы понимать, о чем речь. Так вот, это бросилось в глаза, потому что, не знаю, насколько парадоксально для вас, опять же, это будет звучать, но именно те люди, которые доводят в отношениях до рукоприкладства, они как-то вот и не хотят быть одни. Не хотят быть одни. То есть, казалось бы, их бьют, казалось бы, их всячески притесняют, а они говорят, вот, ну, как бы не хочу быть, не хочу быть один. То есть, по сути, стокгольмский синдром получают. Ну, вот. Это позиция жертвы. И, на мой взгляд, это связано с вашей самооценкой, непринятием себе, ощущением, что с вами что-то не так, что вы плоха. Вот. И, вот, неудовлетворенные вашей потребности во внимании. То есть, как это происходит. Как образовывается, как образовывается такая связь и такая модель личности. Она образовывается в среде, где никто меня не слышит, не слушает. То есть, утолщение, да, меня никто не слышит, не слушает. И у меня складывается впечатление, что единственное, что я могу сделать, чтобы меня услышало, это, значит, ну, как бы, что-то для человека сделать. Вот. То есть, либо что-то сделать для человека, либо терпеть что-то и так далее. И если кто-то мне внимание подарит, то я за него, как бы, держусь. Вот. Ну, на мой взгляд, это происходит у вас как с первым мужчиной, мужем бывшим, так и со вторым мужчиной, новым молодым человеком. Разницы, на мой взгляд, никакой. Вот. Что тот был достаточно отчужден, что второй тоже достаточно отчужден, судя по всему, а вы себя чувствуете одинок. Вот. То есть, ну, вам на самом деле хочется внимания, вам на самом деле хочется, но я почему-то подумал о том, что вы хотите быть услышанным. Вот. Хотите, чтобы вот вас как-то воспринимали всерьез с этого, этого у вас нет на данный момент. Вот. И в терапии, да, я думаю, что это можно исправить и подкорректировать. А, понимаете, в чем штука, вот, я не знаю, опять же, замечаете вы или нет, то, что пишете сами. Но, вы пишете о том, что я никогда не хотел быть удобным для мужчины, тем не менее, вы как бы соглашаетесь на то, чтобы быть удобным для мужчины, а потому что не хотите быть одна и искать кого-то еще. Если для вас это прямо обязательное условие, кого-то искать, я не должна быть одна, рядом должен быть кто-то. Вот. То есть, это вот, про попытку окружить себя теплом, окружить себя вниманием, вот, чего, судя по всему, на базовом уровне у вас нет. Потому что, поиск мужчины не является таким, знаете, ну, обязательным, что ли, критерием. А если этот критерий является обязательным, то вы в таком случае соглашаетесь, по сути, быть удобным. И другого выгода нет. Потому что, когда мы демонстрируем человеку, что мы ищем кого-то, по сути, мы покупаем. А человек нам, по сути, продает. Продает свое время, продает, значит, как-то вот, свои, свою энергию, свои ресурсы. И волей-неволей при таком обходе у него появляются ощущения у другого человека, что он имеет право, что-то требует. Ну, собственно, что он делает. То есть, в этом, по сути, как-то вот чувствуется, что вы себя обесцениваете. Обесцениваете себя постоянно. И ставите постоянно ни в себя, ни в других. Условно говоря, как бы, делайте вопрос своих ценностей. То есть, муть грозит вам, что лишит ребенка наследство. Ну, а так, наверное, нужно это наследство ребенку. То есть, как бы, опять же, это история про то, что вы себя не верите. Опять же, это история про то, что, типа, ребенок сам не справится и так далее. Понимаете? То есть, это вопрос ваших ценностей. Но вам нужно определиться со своей позицией, своими приоритетами, со взглядами. И, как-то, исходя из них, я имею в виду, исходя из приоритетов своих взглядов, ваших, как-то выстраиваете, ну, выстраиваете свою модель поведения. Вот. На данный момент, на мой взгляд, этого не происходит. От слова совсем. То есть, вы то в одной стороне, а то вы в другой стороне. То вы в одну, как бы, в одну крайность идете, то вы идете в другую крайность, как-то. И, по факту, получается, что ничего не выбираете. Фу. А выбрать, наверное, ну, по логике вещей, выбрать, что-то нужно. А вы ничего не выбираете. Получаете. Ну, именно, ну, именно, именно, что, именно что получается так. Понимаете? И, как бы, ну, естественно, что вам как-то вот и тяжело вам, и плохо вам, и больно вам, и так далее. Потому что, ну, определиться, определиться-то не вариант. Вот. Я думаю, что в этом, в этом вам и мог бы, как раз, помочь психолог, чтобы как-то вот вы для себя решили, поняли бы и увидели, чего же вы хотите. Вот. То есть, ну, вы если говорите, например, что вот ну, не хотите быть удобным, не хотите быть удобным для ну, для мужчин. с вас это как-то вот унижает, да, что вам это, ну, претит, например. Вот. Так, что вы делаете, чтобы не быть удобным? А, как бы, как бы получается? Вот. Получается. по факту. То вы выбираете быть удобным человеку. Ну, вот. И это вот как раз на мой взгляд является проблемой. именно на мой взгляд, повторюсь. Вот. И это то, как мне видится, с чем может вам помочь специалист. вопрос. Ну, если вы, если вы хотите, конечно, Apple. Если вам интересно, Apple. Если вы хотите что-то менять в своей жизни, вот, как мне видится, повторюсь. Вот. Как мне видится, повторюсь. Такая-то. То есть, вас бы, вот, ну, в какой-то степени напитать бы поддержкой, вас бы, вот, в какой-то степени напитать бы такой, ну, неверно за себя, да, чувством самооценности, вот, то вы могли как-то опираться на себя. Так получается, что вас определяют только мужчины рядом с вами. Вот. И чувства к мужу, вот, что это за чувства к мужу? Вот они какие? То есть, они в этом смысле на что нацелены чувства к мужу? Вот вы говорите, что плачетесь, тяжело его видеть. Вот. На что они нацелены чувства к мужу? Подумайте. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Надеюсь. Удачи. Удачи. Удачи.